Друзья, всем привет! Сегодня у нас на канале новая моделька для нашего сервисного центра. Это Neon 690. Были до этого новые пятерки. Новая седьмая серия уже давно продается. Вот шестерка пришла первый раз. Уже в глаза бросается, что здесь вот красивый такой скос. Здесь интересная система капучинатора с регулятором. Очень все интересно. Но эта машина уже не работает. Не работает и будем с этим разбираться. Ни для кого не секрет, что мы кофемашинки смотрим уже, которые к нам приходят с какими-то проблемами. Надеюсь, у этой Neon и все в порядке. Это какие-то мелочи, которые мы сейчас решим. Может быть и нет никаких проблем. Но в любом случае, мы сейчас делаем первое включение и разбираемся. Человек жаловался на то, что кофемашина не готовит. Сделала буквально несколько чашек кофе. Вода залита. Включаем. Здесь, судя по всему, не русский язык. System Heights. Напоминаю, что шестая серия кофемашин у нас не снабжена мультиклапаном. Это, с одной стороны, плохо для тех, кто хочет готовить быстро капучино нажатием одной кнопки. Но для тех, кто хочет получить чуть больше надежности, наверное, это хорошо. Потому что, как вы знаете из наших видео, мультиклапан это не самая надежная деталь в кофемашине, но довольно дорогостоящая. И у нее есть определенный ресурс, который можно очень резко снизить, делая нерегулярные чистки. И вообще он может выйти из строя просто так. Но вот что-то машина у нас хочет. Что-то повернуть. Биты. По-немецки ругается. Так, ага. Ротари. Нажали. То есть я повернул кран капучинатора, нажал, ага, и капучинатор у меня без трубки. Такой вот у нас легкий фонтан. Система наполнилась. System Spult. Не умею по-немецки читать, к сожалению. По-английски-то с трудом читаю. Да, ну в общем все на немецком. Так, давайте попробуем для начала язык поставить. Православный. Так, это у нас не язык. Статистика у нас одна. Чашка эспрессо. Одна капучино. Две чашки у нас total. Так. Spanish. Казаться язык по-немецки это Spanish. Вот. Русский. Фух. Нашли мы его. Окей. Выход. Так. Засыпать зерна. На вот эту надпись скорее всего и жаловался владелец, потому что как раз таки у него видимо что-то не пошло. Сейчас будем пробовать делать первое приготовление кофе. Что по этой модельке еще можно сказать, что здесь есть предсмачивание, регулировка. То есть арома профиль. Ну его в процессе можно будет подстроить. Сейчас стоит работа в импульсном режиме, то есть максимальная экстракция. Когда помпа работает в импульсном режиме, а не в обычном, соответственно, она делает медленнее пролив, и у нас лучше экстракция проходит. Так. Ну, давайте пробовать. Крепость 3. Смотрим. Я не посмотрел помол, сейчас нужно будет глянуть. Так, и смотрите-ка, уже у нас. Вот это была отмена. Засыпать зерна. Да, есть у нас вот эта вот надпись. Я думал, что эта кнопка отменить, а эта отмена была произведена, потому что не хватило зерна. Так, крышечку в сторону. Смотрим. Помол. Помол в таких случаях нужно ставить максимально крупный, и он здесь максимально крупный. Здесь также можно посмотреть все чистенько. То есть, ну, машина явно у нас не использовалась. Также мы видим новый заварочный узел, который вот недавно обзор был. Вот с такими вот крышками боковыми, и с новым нижним поршнем, который у нас имеет большее количество отверстий, и герметизацию по периметру. То есть, вода подается сквозь именно поршень, а не между поршнем и стенками. Так, ну ладно, это все как бы лирика. Саека лирика есть такая, да. Пробуем еще раз на крупном помоле, и если у нас ничего не происходит, то лезем в кофемолку. Так. А, арома констант, это у нас, кстати, не то, что я имел в виду. Сейчас мы молотый кофе делаем, я открыл лючок. Арома констант, это когда стабильно идет секунда предсмачивания. Ну, условно, секунда. То есть, вот мы это и наблюдаем. Так, я прерву. Так, это мы выведем. Я на пятую сделал крепость. Пятая крепость, это максимальное количество кофе. И все равно его не хватило. Ну что ж, это повод для того, чтобы уже разобрать кофемашину и посмотреть, для чего она делает все-таки пролив, когда кофе не хватило, чтобы таблетка была кофейная, хоть и недостаточно сформирована, но чтобы она не рассыпалась по варочному блоку, вот именно отходами сухими. Вот. И здесь мы видим... Сейчас посвечу. Вот, мы видим таблетку кофе, которая... Ну, где-то сантиметр толщиной. Но, в принципе, ее должно было бы хватить для того, чтобы приготовить кофе. Помол здесь... Да, он ближе к крупному. Явно его мелким не назовешь. Так, ну... Что ж, надо вскрывать. Так, я уже 150 раз показывал, как разбирать, поэтому давайте уж без комментариев я разберу по-быстрому. И дальше вы просто, если нужно, смотрите предыдущее видео по обслуживанию. Не вон. Там везде все одинаково. В шестой серии, как вы видите, есть у нас датчики кофе в кофемолке. Не особо они нужны, но окей. Сейчас снимаю регулятор помола. Опять же, это все было неоднократно показано, но вот тут уже немножко подробнее расскажу. Здесь у нас есть отметки. Напротив каждой защелки. Три штуки. То есть их аккуратно поддеваем, чтобы не сломать у нас вот этот вот регулятор. И здесь, чтобы отодвинуть его, можно открутить винт сбоку, который панель держит. Все сняли. И теперь мы, откручивая просто против часовой стрелки, можем поднять верхний жернов. Так, мне потребуется лопатка. Сейчас это все пылесосим. Ну и как можно увидеть, у нас идеально чистая кофемолка после пылесоса. Это о чем говорит? О том, что ее, в общем-то, не эксплуатировали. Хотя, какая эксплуатация с двумя чашками? Так, нам нужно что проверить? Нам нужно проверить остроту жерновов, задиры. В общем, на заводской брак посмотреть. Так, верхний жернов. Как проверяется острота жерновов? Неточная проверка. Мы ногтем проводим по режущим граням. И здесь, если вы увидите, то у меня прям ноготь оставляет следы. Кто-то будет пить кофе с моими ногтями. Видите? Это говорит о том, что жернова очень острые. Реально острые жернова. Такое на бушных жерновах вряд ли будет. Почему же тогда у нас кофемолка не дает нужного объема кофе? Это вопрос. А ответ такой, что может быть кофемолка у нас и дает. То есть, проблема у нас не по кофемолке, а потому что кофемолка работает мало времени. За это отвечает у нас датчик в кофемашине. Сейчас покажу. Об этом я уже снимал видео. Вы могли его посмотреть на нашем канале. И называлось это видео «Добавить зерна». Что там такое? Я вставлю это видео в подсказке, в описании к этому видео. Посмотрите. Но сейчас похоже, как раз по этой части у нас и вопросы. Ну, еще раз я проверю таким же образом нижний жернов. Не хочу его снимать. Да, нижний жернов у нас идеальный. Тоже цепляется. То есть, видите, ну, идеальный. Видите, ноготь оставляет прям следы роговой ткани. Так, с кофемолкой мы сейчас вопрос временно закрываем. Собираем ее в то положение. Это средний помол у нас. И ручка, соответственно, должна быть. Вот этот регулятор на среднем положении в боковом окошке. Нам сейчас нужно вернуть все, как должно быть. И дальше проверять систему датчиков, которая отвечает за объем кофе и за время работы кофемолки. Итак, за объем молотого кофе у нас отвечает вот этот рычажок. Что нужно проверять? Проверять нужно, чтобы этот выступ, гребеночка, это была перпендикулярная, чтобы она была не деформирована. То есть, все у нас тут идеально. Жестко стоит, без люфтов. И у нас вот здесь вот есть окошко волшебное. Вот здесь вот, где есть у нас микровыключатель белый. Я его сейчас нажимаю. И нужно проверять микровыключатель. Нужно проверять провода от этого микровыключателя к модулю. Ну и, соответственно, если все идеально, то у нас остается только модуль. Нам нужно будет снять крышку с другой стороны, потому что доступ нужен к этому микровыключателю. Ну, здесь, кстати, вы можете видеть экранчик такой сверху над шлейфами. Я его уже показывал в обновленной семерке. Он у нас закрывает от умных людей, которые ставят сверху сушиться мокрые чашки. Хотя эта панелька сверху, она не для сушки, она для какого-то, ну, скажем так, легкого подогрева. Не знаю, он вообще декоративный. Хотя там есть поддончик для капель, на случай умных людей, которые будут сушить. Но, тем не менее, во многих машинах они настолько любили сушить свои чашки, и у них вода текла на модуль и заливала его. Также, возможно, это поможет, если вы заливаете воду в бак, не сняв бак, соответственно, и в щели вода может попасть, залить модуль. Такое тоже неоднократно бывало. Поэтому бак всегда нужно снимать, чтобы наполнить водой. Даже если вам удобно его не снимать, и у вас там лейка какая-то. В общем, лучше это делать. Дешевле потом выйдет. Так, ну, возвращаемся к нашим баранам. Вот здесь за проводами у нас датчик прячется, который ответственный за объем молотого кофе. Вот его клемма. Сейчас мы его прозвоним. И, как вы можете видеть, у нас он также включен в другую цепь с другим датчиком на дверях, который установлен. И также у нас этот провод пошел на датчики, находящиеся на редукторе. Давайте сейчас проверим этот датчик, и дальше у нас уже будет какой-то предмет для разговора. Так, устанавливаем на контакты датчика. И второй рукой я с другой стороны залезаю и нажимаю этот датчик. Если вы сейчас слышите щелчки, это хорошо. Но то, что в момент щелчка нет у нас звукового сигнала, это плохо. Это я чуть-чуть нажимаю датчик, но не нажимаю его до упора. Сейчас нажимаю его сильнее, и у нас появляется звук. Возможно, в этом и проблема. Сейчас я буду этот датчик снимать, для того, чтобы его проверить в снятом положении. И я его сразу поменяю, этот датчик, для того, чтобы убедиться, что это дало какой-то результат. Когда вот такая ситуация с этими микровыключателями происходит, это называется паразитные шумы, плохой контакт. В общем, в таких случаях желательно менять все микровыключатели, потому что если один такой попался, то есть большая вероятность, что второй там есть такой. Вы его не вычислили. Ну, разве только на двери можно оставить. В общем, я рекомендую эти датчики, если вы обнаружили один датчик подозрительный, например, на командном колесе, либо вот этот датчик, просто заменить все три штуки. Они, да, действительно, они очень дорогие, эти датчики. Если мы берем обычные выключатели от микроволновки, например, они подобные, то они будут стоить копейки по сравнению с этими датчиками, потому что у них выше класс, они дороже, и, в общем-то, вот тому есть причина, потому что они мягкие, они качественные, и срабатывание датчиков влияет напрямую на мозги кофемашины. То есть, если там появляются паразитные шумы, то, соответственно, машина начинает дурковать. И самый простой способ в домашних условиях этот датчик проверить, это снять датчик и поменять его с датчиком на заварочном устройстве, который нажимает ручка. То есть, датчики там одинаковые по характеристикам, но срабатывание ручки, оно в жизни кофемашины гораздо реже происходит, чем срабатывание верхнего датчика, поэтому там есть какой-то запас у него по циклам. Поэтому можно поменять и проверить. Если ничего не изменилось, то, может быть, проблема и не в датчике. А вот если изменилось, то вы уже понимаете, что у вас проблема с одним датчиком, и вы можете поменять один или два датчика. Можете оставить как есть, то есть, не очень хороший датчик с паразитными какими-то срабатываниями поставить на дверь. Но это тоже делать не желательно, но в некоторых случаях можно это сделать, чтобы потом уже поменять. Кстати, вот уже видел новые дренажные клапаны, у которых пружина находится вот в этой части, и снизу идет облегченный выброс отходов сразу в поддон. То есть, все еще по-прежнему здесь дренажный клапан старого типа. Это для тех, кто ищет кофемашину уже на новом дренажном клапане, у которых здесь не должна собираться грязь. В 690 еще все по-прежнему. Так, и нам нужно снимать редуктор. Итак. Смотрите, вот у нас один датчик, вот второй. В домашних условиях подойдет методика перебрасывания вот этого датчика на вот это место. То есть, поменять их местами. То есть, у этого датчика ресурс гораздо больше, чем у этого в жизни кофемашины. Здесь мы просто снимем вот этот датчик. Снимайте аккуратно, чтобы не сломать защелки его, которые держат. Это частое явление у новичков. Да и не только у новичков, просто у самоуверенных мастеров. Сейчас я отсоединю еще контакты для того, чтобы эксперимент был чистым. Так, вот сейчас мне его нужно прозвонить. Кстати, вот его маркировка. Д41Х. Вот такие вот микрики. Есть с широкими клеммами, они чаще на юре встречаются, есть с узкими. Как проверяем данный микровыключатель? Нужно нажимать на этот датчик медленно и желательно под разными углами. Так, нажимаем медленно. Щелчок есть, а сигнала нет. Вот я нажал сильнее, сигнал появился. Нажимаем медленно. Щелчок есть, а сигнала нет. Еще раз повторяю. Повторяю. И вот сильнее нажимаю. Вот у нас. То есть, это вот проблема с этим датчиком. Так как в данном случае у нас эти датчики есть в наличии, я просто беру новый и заменяю этот датчик. Не меняю ничего местами, естественно. Просто меняю его на новый. Сбегал за новым датчиком. Новый датчик по сравнению со старым выглядит абсолютно одинаково. Единственное, что их отличает, это то, что на новых клеммах нет царапин, а на старых есть. Потому что вы когда устанавливаете клеммы, на них будет сразу все видно. То есть, вы даже их не перепутаете. Вот на этом датчике есть царапки, а здесь нет. То есть, когда вы покупаете новый датчик, соответственно, смотрите вот этот момент, чтобы вам бывшие не продали. Если, кстати, будет нужна информация, то вот здесь вот в уголочке есть ссылка на эти датчики. Также я оставлю в закрепленном комментарии, где их можно купить. А пока этот датчик устанавливаем на место. Как подключать синий и желтый? В данном случае без разницы. Главное не задействовать вот этот крайний. Потому что в одном случае они нормально разомкнутые датчики, и в другом нормально замкнутые. Так, и устанавливаем. И сейчас на установленном датчике я прозвоню, как он должен работать. В момент щелчка у вас должен прозвучать звуковой сигнал. Вот, то есть работает он по-другому. Все, сейчас это все ставим назад и будем проверять. Так. Так. Продолжение следует... Так, ну и пока мы здесь, хочу напомнить всем покупателям и владельцам машин, кто не знает, кто смотрит мои видео недавно, вот за этой крышечкой, которую я только что прикрутил, скрывается дренажный клапан и место первоочередного засора в этих и подобных кофемашинах. Если вы купили такую кофемашину, либо вы думаете ее купить, то обязательно я вас прошу, раз в неделю, раз в две недели открывайте вот этот лючок и чистите там все. Только появляются кофемашины с другой системой, где дренажный клапан уже видоизмененный, где весь жмых, который попадает в дренажный клапан, будет вылетать вниз со свистом, но пока дренажные клапаны такого типа, как вы видите, нужно сюда заглядывать. Не делайте потом удивленные глаза, когда у вас там заводится плесень, червяки и так далее. Если вы не хотите этим заморачиваться, купите себе Делонги какую-нибудь, либо что-то на старом заварочном устройстве, какой-нибудь Милита Соло, и там это все гораздо лучше работает. Может быть в дальнейшем будет по-другому, но пока вот какие-то промежуточные варианты у вас будет улучшенный варочный блок. Улучшенный я говорю, потому что пока нету статистики, возможно мы даже что-нибудь поварим на новом варочном блоке и на старом, и подключим специалистов для того, чтобы оценить, действительно ли у нас есть в лучшую сторону улучшения с этим варочным блоком или нет, или бы это все надумано. Как-то так. Сейчас я накидываю боковую крышку и будем проверять. Так, включаем. Так, засыпать зерна. Как вы могли видеть в том видео, которое было посвящено этой проблеме, засыпать зерна у нас с предыдущего раза будет гореть. Это сообщение не сбросится. Это не потому, что у нас зерен здесь не хватает. Это потому, что предыдущая работа кофемашины была с маленьким количеством кофе. Точнее, количество было это более-менее. У нас были показания вот с этого датчика, что кофе у нас недостаточно. То есть проблема была. И эта проблема была заводская. Дефект был гарантийный, заводской. И это не дефект Нивоны, а дефект производителей данного микровыключателя. В данном случае это компания Cherry, судя по надписи. Такие микровыключатели во многой технике встречаются. В Мелите, в Юре, Миле. То есть тут на него бросаться не нужно. Это как флоуметр, как насосы. Поставщики запчастей поставляют производителям эти запчасти. И из них собирается кофемашина. Производители делают свою раму, свое программное обеспечение. Кто-то делает свои блоки электроники. Кто-то эти блоки заказывает у производителя электроники. В общем, вы должны понимать, что завод не изготавливает вот эти детали, которые являются расходниками для большинства кофемашин. Момент истины. У нас здесь три зернышка. Это средняя крепость. И делаем на третьей крепости. Напоминаю, у нас сейчас стоит средний помол. И у нас сейчас пустая кофемолка. То есть сейчас будет сброс. Вот у нас он происходит. Мы его игнорируем, не учитываем. Также у нас еще система пустая, потому что я отключал подачу воды. Так, и теперь делаем повторно. Ну и что и требовалось доказать, на третьем уровне крепости отмена уже не происходит. Пошел налив кофе. Вот сейчас засыпать зерна у нас по датчику оптическому в кофемолке. Если я закрою этот датчик рукой, видите, пропадает сообщение. То есть не могут они сделать это сообщение по-разному. Ну и давайте сюда же сделаем сейчас на самом мелком помоле. Я переключу кофемолку. Момент работы на мелкий помол. И сделаю пятый уровень крепости. Так, ну вот наша таблетка. Она уже толще, чем была. Так, и я хочу приготовить кофе. Так, ну вот ж. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Кофемашина у нас пришла с мелким заводским браком, причем браком даже не по кофемашине, а по расходникам, которые они не производят. А стоит ли ругать него? Нет, не стоит. Это нормальное явление. Заводской брак. Все абсолютно производители дают гарантию как раз от таких случаев. То есть какие-то мелкие и крупные проблемы решаются по гарантии и ничего в этом зазорного нет. Уж поверьте, такие проблемы бывают абсолютно у всех производителей. А у кого не бывает, те врут просто. А на этом все. Если видео было вам полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если до сих пор не подписаны. И до новых встреч. Пока.